Наша трибуна – самая народная трибуна страны. Товарищи! Революция, о которой мечтали все рабочие и христиане, сверхсилась. Броневики – прошлый век. Сегодня мы живём по-новому. Программа «Народная трибуна». Открытый микрофон для всех, кто желает высказать своё мнение. Телефон прямого эфира 847-400-5200. Здравствуйте! Я имею что сказать. А я думаю, что... Кричать не обязательно. Работают все микрофоны. Каждый может... Высказать, высказать, высказать. Добрый день, уважаемые дамы и господа. Напомню, вы слушаете «Радио «Народная волна» на частоте 1430 М99,1 ФМ» на нашем веб-сайте radio-nvc.com и на нашем канале в YouTube. Кстати, если вы каким-то образом пропустили одну из наиболее интересных передач, у вас всегда есть возможность в течение недели послушать, посмотреть эту программу либо на YouTube, либо на нашем сайте в архиве. Архив. RadioNVC.com Я позволю мне согласиться, с тобой не одну из наиболее интересных. Они все одинаково интересны. Но они очень разноплановые. Поэтому для каждого, так сказать, о вкусах не спорят. С вами в студии работает Анатолий Червец, Олег Патлок, меня зовут Сергей Зацепин. Добрый день. Добрый день всем. Всех с пятницей. Я люблю пятницу. Скажи, несмотря даже на то, что дождь идет. Да. Люблю пятницу, потому что после пятницы наступает шаббат. А с этим приходит рыбалка. И возможно, да, ты мне снял с языка возможность поехать на рыбалку. Ты знаешь, мы вчера поехали на рыбалку. Я поверил синоптикам. Посмотрел, аппликейшн, значит, показывает. Показывает, рыбы полно. Нет, показывает, там, ну, до 74 градусов поднимется температура в течение дня. Ветер южный, юго-западный. И где-то в 7 вечера будет гроза. И мы с моим другом на лодочки вышли. Правда, вода большая, на Channel Lake ходили. Ну, Channel Lake. И вода большая, поэтому No Wake. То есть нельзя гнать никуда, потихонечку скреблись. Ну, не на веслах, но на 5 узлов. Руками. Руками. 5 узлов. А вышли, только вышли мы на воду, и тут началось. Ветер резко поменялся с южного, с юго-западного на северный. И принесло такую грозу, и нас 2 часа так полоскало. Знаешь, почему? Потому что ты меня с собой не взял, это тебя наказал Богом. Мама дорогая. И субботы не дождались. И субботы не дождались. Послушай, ну, у нас-то выходное, кто-то же должен экономику из руин поднимать. Ну, вот Толик и сидел вчера поднимал вместо тебя. Так вот, 2 часа нас под ливнем, гром, молния, а мы на воде. Подожди. И не убежать, потому что... Так самое страшное, что оно через 2 секунды, ты срой весь мокрый. Да. Туда уже бежать. И, в общем, почти, практически 2 часа мы под ливнем, потом пошли в другое озеро. Нас интересует, словил ли ты хоть одну рыбу? Какой словил? Какой словил? То есть и мокрый, и рыбы нету, и экономику не поднял. Он счастлив, что он простуду не словил, а ты глядишь рыбу. Да, это правильно. И еще раз попали под дождь. Но, слава богу, мы когда вернулись, мы сразу в баньку попарились, погрелись. А тут солнышко вокруг. В общем, верь нашим синоптикам. Они нам предрекают, что через 12 лет земля накроется медным тазом. У нас в звонок есть, наверное, рыбак звонит. Не знаю, посмотрим. Добрый день. Добрый день. Да, у меня... Мне прислали речь или заявление, значит, они ягу, жесткое заявление в сторону их соседей, о том, что если они еще раз позволят себе подобную выходку с обстрелом, то будет включена армия на полную мощность, что армия готова возле границы, и что после этого они не будут панькаться, предупреждать и жалеть. Они будут попросту изгонять их оттуда, и эта территория навсегда останется израильщикой. Вы по этому поводу услышали? Вы знаете, что по этому поводу мы обратимся к Александру Непомнящему, который будет сегодня в эфире, и из первых уст, что называется, из первых рук, вернее, узнаем, что происходит. Хорошо? Но такое было заявление, да? Дело в том, что... Мы узнаем, если оно... То есть было ли оно, правда ли это, или это кто-то пустил утку. Вы же не слышали это заявление, вы же не видели. Нет, я только прочитал. Но если бы оно было, я был бы не только двумя руками, но... Ну, понятно. Это другой раз. Ну, тоже, да. Но дело в том, что этих заявлений было уже очень много, и как только что-то случается, тут же Нитанияху хватают левые за руки, за ноги, и не дают ему сделать то, что хотели бы сделать очень многие жители Израиля. Окей, спасибо большое. И еще раз, сегодня, буквально через пару часов, в нашем эфире Александр Непомнящий, и мы тогда зададим ему этот вопрос, и он нам расскажет, что происходит. Вот у нас есть еще звонок. Уже нету, спасибо. Был дебил Деблазио. Правильно я его имя назвал? Да, 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 да. Мало у нас. Можно было опустить слово Деблазио, просто сказать честно и аккуратно, дебил. Объявил о том, что он будет участвовать в президентской гонке, это 23-й, по-моему, там еще 24-й корячится. В общем, такая, это не машина клоуновая, это такой автобус двухъярусный нужно уже. Как сказал, я не помню, кто это сказал, сегодня утром в новостях сказали, это уже две футбольные команды. Знаешь, когда сталкивают футбол американский, там по 11 человек с каждой стороны начинают. Вот тебе 22 человека, вот тебе футбольные. Не просто 22, Толик, еще есть даже пару запасных. Ну, я тебе скажу, что да, действительно, было мало этого списка, там в 20 с чем-то человек, вот добавился еще один. Причем самое интересное, что если вспомнить эпизод из его политической биографии, то становится непонятно вообще, почему ты это сделал. Потому что он был в прошлом замешан в таком количестве политических скандалов, ну вот пару из них, например, он в открытую брал деньги у крупных спонсоров, которые предоставляли взамен, которым он взамен, предоставлял жирные муниципальные контракты и помощь полиции. И вот двое спонсоров Деблазия в итоге оказались в тюрьме. Далее не меньшую огласку получили вот история о применении вредных веществ при строительстве социального жилья для бездомных Нью-Йорка. Они стали причиной массовых отставок в кабинете Деблазия. Это было где-то, по-моему, лет 5-6 назад, я помню. Я помню этот скандал, потому что там был драйвол из Китая, который срывали чуть ли не более полутора миллионов домов по всей Америке. Да, так кроме того, что это произошло после того, как бы срывали этот драйвол, а он одобрил. Значит, потом он потратил 750-800 миллионов долларов на какую-то масштабную реформу школьного образования. Причем 250 миллионов из них получила организация, которую владела или курировала его жена. В результате вся эта... Его жена вообще должна была заниматься школьной реформой. Да, действительно. В этом, в Нью-Йорке. Получила их... Кроме того, потом эта компания свернулись, а деньги куда исчезли, неизвестно. Где деньги, Зин. Где деньги, Зин. Так вот, самого движения Деблазия получилось на редкость комичным, потому что он устроил публичное мероприятие в холле Трамптау. Вот, и надеясь таким образом показать свою оппозицию действующему президенту. Ну, а во время выступления его оказалось, что люди тоже не очень довольны им, оказывается, и кричали лжец и вор. Самое интересное, что только 30% жителей Большого Яблока поддерживают политику Деблазия. 76% городских избирателей вообще не считают, что он должен баллотироваться в президенты, вот, идти на вот эти праймерис. Вот, так что с таким багажом и политическим я не думаю, что... 76% жителей Нью-Йорка и 74% демократов вообще считают, что он не должен туда лезть, понимаешь? А вообще вот в общественных вопросах он, у него, по-моему, всего лишь 1% поддержки от членов демократической партии. Да, он 1%-ник точно так же, в принципе, как и вот есть такая Тулси Габард, или Габард, как ее там, не знаю, правильное ударение, она из Гавайи. Вот у него и у нее 1%, но знаешь, что им это гарантирует? Как минимум 2 тура дебатов. А ты мне скажи, для чего это нужно было ему? Мне кажется, собрать денежки на компанию лишнее. Надежда умирает. Мне кажется, что он просто еще хотел собрать какие-то деньги на компанию, вот и все, и положить в свой карман. Ну, он как бы пытается резюме свое построить. Утвердиться как-то. Нет, ну, понимаешь, скажем, участвовал кандидат в президенты. И проиграл с треском. Ну да, занял там 158 место. Ну, не важно, в резюме написано. Баллотировался в президенты США. А Сергей Проп, потому что, может, через там несколько лет никто не вспомнит, что он провалился с треском. Нет, уже не вспомнят, потому что в прошлый раз, когда его переизбирали, это был за всю историю Нью-Йорка самый низкий рейтинг. Не рейтинг, а количество избирателей, пришедших на участие. На голосование, да. Самое низкое за историю города. Давайте попробуем. Добрый день, мы вас слушаем. Добрый день. А не кажется ли вам, что вот эти 24 клоуна делают какую-то подпольную работу? Вот они ездят по штатам и об одном и том же, об одном и том же. И вот когда человеку все говорят одно и то же, он может, так сказать, сойти с правильного пути. Может быть, это их тактика такая? Мы об этом же... Это не просто их тактика такая. Это тактика средств массовой информации всегда была, есть и будет. Пормывать мозги людям. Говорить одно и то же, одно и то же. Причем негатив. А когда потом выясняется, что все это была ложь, это скажут вам пару раз по телевизору или по радио, это была ложь. Но миллион, два раза вам сказали об этой лжи. Поэтому ведь немногие же заморачиваются тем, что идут в Google и выискивают какие-то источники, более-менее правдивые. Правда, Анатолий? Ну, абсолютно. Но единственное, что нельзя забывать. Самое главное нужно помнить, что вот эта всякотавасия сейчас происходит за какую-то одну номинацию от демократической партии. То есть, вот вся эта политика поменяется абсолютно с точностью до наоборот, когда начнутся General Elections и когда кто-то из этих кандидатов будет идти против Трампа. Поэтому все то, что сейчас происходит, они, даже если они и настраивают, они просто настраивают народ друг против друга, пытаясь, как в той банке пауков, как-то выбраться наверх. А потом, когда уже кто-то из них будет номинирован... А как ты думаешь, кто? Вот твои прогнозы. Я не знаю. Арина Байден? Ты знаешь, давайте прием. Давайте. Добрый день. Добрый день, господа. Здравствуйте. С хорошей пятницей вас. И вас тоже. С хорошим выкидом. Взаимно. Хотя, просто я подумал, вы знаете, до какой деградации дошел город Нью-Йорк, когда у них были такие великолепные мэры, как Джулиани, как мэр Кач, хотя он был демократ, и последствия до чего дошли. Хотя, ну, по крайней мере, мы можем гордиться тем, что из Нью-Йорка вышел Дональд Трамп. К сожалению, наш штат этим похвастается, я вообще не помню. Как-то может, а наш не к столу будет сказано Дик Дорбен? О, да, не про нас сказано, не про нас сказано, не дай бог. А то, что у нас все губернаторы сидят и сидели, это разве не... Мы на первом месте? Да. Вот скажите, вот мне интересно вот ваше мнение. Это не так давно был, когда мэр Джулиани, когда это было, 9-11, да? Да. Великолепный мэр, считается, один из лучших в истории Нью-Йорка, может, самый лучший. Как так вот, как мог после этого, что стало с Нью-Йорком, что там, приехало столько эмигрантов из Мексики, или что? Как оно было произойти? Да, я говорю, был коч, то есть были прекрасные мэры, и что стало это посмешище? Кстати, мы тоже недалеко от них ушли. Я вам скажу, когда был, ну, коч, это я еще помню, это там тоже, в принципе, были свои проблемы, у него были постоянные терки с полицией, он на него в суд подавал в Нью-Йорк полис департмент, но он был хозяйственником, он делал свои дела. Теперь, когда пришел, вот после Джулиани, когда пришел Блумберг, тоже, он, вот он как раз наладил дела с полицией, он понизил преступность в городе и так далее. Я думаю, что они просто немножко расслабились. Я имею в виду нью-йоркцы, они понимали такую вещь, что по-любому это демократический штат, город. И они расслабились, и вот он проскочил. Я вообще не понимаю, как он мог проскочить на второй срок, но он проскочил именно потому, что люди не пришли на выборы. Это, кстати, урок нашим радиослушателям и нашим жителям города и штата. Вот что происходит, когда люди не ходят на выборы. Ты, между прочим, упомянул, что он с полицией навел порядок. У Деблазия все наоборот. У него настолько долго были вот эти вот терки с полицией, что привело к такому всплеску преступности. Да. Что, кстати, напоминает мне терки нашего бывшего мэра с полицией, что у нас в Чикаго начало твориться. То же самое. То же самое. Абсолютно. Вы знаете, я хочу, господа, я хочу вспомнить что-то. В конце 80-х, кто это выбирался из Бостона, из Массачусетса? Был губернатор Массачусетса греческого происхождения. Ну это же был этот, Дюхакис. Я работал в Бостоне. Я помню, они, бостонцы говорят, это же самый хуже губернатор в истории Массачусетса. А теперь он хочет стать этим президентом Соединенных Штатов. Вы помните, где-то фотография, видео в танке его. Да. Как я забыл его? Ну, смотри, тогда Дюхакис. Ну это вот тот же самый. То есть сам штат говорит, что ты не хочешь вообще никем быть, а ты лезешь в президенты. Да. Вот так. Ну, вот это их отношение. На этой хорошей ноте я еще раз вас поздравляю и спасибо большое за программу. Будьте здоровы. Всего доброго. Спасибо. Спасибо. Это было, значит, несколько мотивационных моментов. Резюме. Мечта о том, что если вдруг, не дай бог, демократы победят на выборах, в принципе, каждый участник президентской гонки рассчитывает на какое-то место в администрации. Кто-то на вице-президента, а кто-то просто в администрации получить какое-то. Потом, конечно, вот каждый из них выходит все более и более сумасшедшими заявлениями. Это тоже пиар своего рода. Это пиар. Ну, во-первых, это формирует общественное мнение. Каждый из них может выйти сказать про президента Трампа все что угодно. Вот в качестве яркого примера, не знаю, свалвал, который заявляет о том, что президент Трамп является агентом Кремля. Ну, ты много о нем слышишь? Нет. Вот. Но, тем не менее, слышат. Нет. О нем вообще никто не слышит. То есть, и каждый из них считает своим долгом выйти и что-нибудь негативное сказать о действующей администрации. Это откладывается в умах. Некоторые наши знакомые по сей день уверены, что вот, скажем, расследование, которое проводили ФБР, к нему подключился ЦРУ в отношении сначала Попадобуса, и что там были все основания, потому что он имел связь с русскими. Потому что эти люди черпают свою информацию слева радикальных телевизионных программ, каналов. А нет. Они сначала туда поставляют эту информацию, а потом ее же из них же и черпают. Понимаешь? Я, ты знаешь, не поверил на днях. Я увидел статью Вашингтон-Пост, которая была опубликована, по-моему, неделю назад с таким негативом, с такой критикой относительно Хиллари Клинтон, что я еще раз посмотрел, это Вашингтон-Пост или кто? Ну да, да. В связи с этим я вспоминаю вообще эту эпопею, как она развязалась. Помните, в начале, когда президент был избран, он в Твиттере написал «Обама вайртап мою компанию» и написал «Сигмен». Да. И как на него обрушились все. Ни одна сволочь не принесла извинения. Помнишь, как все обрушились на него? И не принес еще. Он сумасшедший, он параноик. На всех телеканалах. Все ублюдки. Он параноик, он ненормальный, он сумасшедший. Самое мягкое было сказано. Без каких-либо фактов Трамп делает фальшивые заявления. Оказалось, вайртап. А сегодня Барр сказал открытым тестом. Да? Был шпионаж. Оказалось, что они его прослушивали. Так более того. Тогда они уже начинают приглашать. Но это все нормально, потому что мы проводим, так сказать. Подожди, так уже более того, когда Барр сказал, что это был шпионаж, когда уже доказано, все равно говорят, что они сумасшедшие. Значит, когда выяснилось, что все-таки, да, нашли подтверждение факта, о котором говорил Трамп, они начали говорить. Это все законно. Потому что Файзе Корт выписал в Ворент. Все законно. Так что Трамп не прав опять. Ну, тут получается так, что знаешь, когда люди звонят и говорят, почему их нельзя наказать? Почему вот они обвинили без фактов? Они должны сидеть в тюрьме. А тут получается, ну как, у нас свобода слова. То, что хочу, это вы и говорю. Кого хочу, того и обвиняю. Вот и двойные стандарты, получается. Сливают информацию. Клэпер слил информацию об этом досье. CNN получил быстренько контракт от CNN, многомиллионный, он контрибьютор теперь. То же самое с этим коммунистом Брэнноном, который тоже сливал информацию. Мало того, они на всю страну заявляли о том, что Трамп, Брэннон допускал мысль, что Трамп может быть эссетс русский. То есть, это человек, который возглавлял ЦРУ. Его слова, в принципе, имеют въезд. И какой-нибудь Нева Трампер слушает Брэннона и про себя думает, ну слушай, ЦРУшник, директор ЦРУ говорит о том, что у русских на Трампа что-то есть, и скорее всего... Он-то знает. Ну как можно не верить? Как можно не верить? Да вы что? Подонок из подонков. Брэннон, коммунист, конвертированный исламист. Испоставлен был Обамой во главе ЦРУ. И оказывается, ЦРУ тоже принимало участие в заговоре против Трампа. Агента, своего агента направил как раз на встречу с Пападополусом под видом помощника профессора Халпера. То есть, все это разворачивается сейчас. Но, к сожалению, вот некоторые наши знакомые вообще есть, они ведь эту информацию их не интересуют. Они не смотрят факсы, они не смотрят, когда приходят на факс, скажем, Пападополус дает интервью. Или, скажем, там, Сэра Картер дает интервью, которая журналистка, занимается расследованием с журналистками. Или Саламон дает интервью. Грэг Джеррид. То есть, люди рассказывают факты, причем они говорят о том, не то что их измышления, они говорят о том, о чем говорили во время, там, скажем, свидетельских показаний при закрытых дверях. Макейб, Пейдж, Страк и так далее. То есть, они рассказывают о фактах. Но ведь эти люди, которые ненавидят Трампа, у которых слово Fox News вызывают аллергию как минимум или конвульсии как максимум, они же этого не знают. Они по сей день уверены. Я смотрю на некоторые ветки, там идут дискуссии. Какое количество? Ну, процентов 25, по-моему, населения по сей день считают, что расследование нужно продолжать и, так сказать, доказывать, что Трамп предатель. Да. Ну, Сережа, я тебе скажу такую вещь. Во-первых, я уже перестал читать всякие ветки именно по этому поводу, потому что я не могу, у меня не хватает ни здоровья, ни терпения. Когда хочется немножко адреналин, чтобы поднялся и тёргал эту ветку и думал, мама, нравится. И думаешь, вот именно, что я сюда залез. Но, с другой стороны, знаешь, что самое интересное, что, ну, действительно, на сегодняшний день они уже, мне, я просто тащусь, простите за выражение, от того, как уже Коми там накладывает на Брэннон, Они уже между собой. Брэннон накладывает на Коми, вот это уже начинается мышиная или крысиная возня. А всегда это заканчивается чёрками между собой. Давайте примем один звоночек и пойдем. Добрый день, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня больше всего возмущают эти евреи, которые сидят в парламенте, в обеих палатах. И абсолютно слова не скажут в отношении всех антисемитских выступлений, которые проводят демократы. Вот наше последнее выступление Талиб полностью 100% враньё. Она говорит, что евреи решили, решили палестинцев государство, земли, власти, свободы и всё. Какие евреи кого-кого решили? Было решение ООН о разделении Палестины на две части. А не о создании государства. Так Израиль начал создавать государство, а палестинцы на завтра начали войну. Почему никто из евреев не скажет ни слова? И они, мол, выгнали их из территории, и они превратились в беженцы. Те сами ушли, никто их не выгонял. В это первое выступление Бен-Гуриона он обращается к братьям-арабам, чтобы вместе сотрудничать и создавать технику государства или что. И никто из евреев не скажет ни одного слова в отношении этого всё. И евреи, они превратили их в беженцев. Те сами ушли. И первый раз, когда началась война на завтра, и второй раз, когда Настер к ним обратился, чтобы они освободили для беспрепятственной победы. И никто этого ничего не скажет. Почему? На самом деле было несколько выступлений, где её обвинили во лжи, особенно тогда, когда она говорила, что арабы-палестинцы предоставили евреям убежище тогда, в 46-м году перед созданием этого государства. Кроме того, не забывайте, что ведь были же очерчены границы израильского государства до тех границ, которые были на самом деле, уже стали. И то, что раньше должно было быть государством там Палестина, как говорили, да, сейчас это Иордания. То есть непонятно, почему палестинцы не живут там в Иордании. Да потому что их никто не хочет. Не, ну просто палестинцы одно время какое-то пытались пойти в Иорданию. Они пытались, а им король сказал, вы нам не нужны. Он не просто сказал. Выкатили пулемёты и тысяч сто покосили. Да. Давайте мы сделаем небольшой перерыв, после чего вернёмся и продолжим. Возвращаемся в программу «Народная трибуна». Ты знаешь, интересный камень. Важно не то, что различные проходимцы лезут во власть. Важнее для нас количество голосующих за проходимцем. И это правда, действительно. Вот тут есть вопрос. На YouTube. Кстати, я хотел просто сказать, те, кто смотрит нас на YouTube, не забывайте, если вам нравится наша программа «Сделать отметочку», что это вам нравится. И если вы ещё не зарегистрировались, не подписались. Вы можете задать вопрос также, и мы с удовольствием ответим. Подпишитесь на наш канал. Вот тут, кстати, есть вопрос. Действующий президент... Сейчас мы вернёмся к этому вопросу. Давай, принимаем звонок, чтобы человека на линии долго не держать. Добрый день, пожалуйста. Добрый день. Добрый день. Вы правильно говорите, что члены нашего Конгресса не говорят о том, что кандидаты или члены даже Конгресса проводят противоизраильскую политику. Но, с другой стороны, ни один человек не говорит о том, как Черчилль не пускал евреев в Палестину, как Черчилль отдал Иорданию, сделал Иорданию, которая не существовала. На самом деле, в некоторых передачах об этом говорилось. А что касается, почему мы отдаём приоритет сегодняшнему дню, потому что то, что происходило в истории, мы изменить не можем. Так ведь? Мы не можем, так сказать, изменить отношение Черчилля к евреям или к еврейскому вопросу. Сталина к евреям. Да. Мы этого изменить не можем. Но то, что происходит на наших глазах, на что мы, да, можем повлиять посредством выборов, активных каких-то действий, поэтому мы об этом и говорим. Мы отдаём этому предпочтение в наших программах, потому что у нас или у нас, у наших слушателей, есть возможность, ну, если не изменить исторический ход событий, то хотя бы поучаствовать, попытаться это сделать. И рассказать другим правду на самом деле. Так что я не думаю, что ваш упрёк справедлив, хотя то, о чём вы говорите, имело место быть. А теперь давайте вернёмся к вопросу, который был задан на YouTube. Да, задали вопрос, как устроена в США система от республиканцев действующий президент автоматически ли идёт на выборы на второй срок, или может кто-то другой от республиканцев пойти. То есть, если есть какой-то оппонент, то республиканская партия как бы номинирует действующего президента, и они вступают вот в борьбу, в гонку, как говорится, кандидатов, чтобы... Ну да, они... То есть, человек, который хочет попробовать свои силы против президента, поэтому есть такое выражение incumbent president. То есть, человек, который защищает своё как бы звание или свою позицию. Так вот, если есть люди, которые его пытаются как-то с ним соревноваться, тогда происходят опять же primaries и ну и так далее. Дебаты. Дебаты, да. Но если этого... Если нет оппонента никакого... Челленджес, да, то, конечно, тут разговоров нет. На сегодняшний день есть один кандидат, который собирается участвовать в primaries. Да, его зовут Билл Уэлт. Он бывший гавернер, губернатор штата Массачусетс. Этот человек... То есть, про него известно, конечно, много, в принципе, но самое главное, это человек, который считался в своё время такой, называется, фискалый консерверов. То есть, он очень осторожно обращается якобы с деньгами, с бюджетом и так далее. Но вот это всё ему не помогло в таком штате, как Массачусетс, потому что это очень демократический штат, вернее, принадлежит фактически демократам. И поэтому он, по-моему, был один срок, и потом его переизбрали, и на этом дело закончилось. Больше он нигде в политической жизни не участвовал. И вот сейчас он решил попробовать себя именно с точки зрения того, что он считает, что Трамп недостаточно пытается сэкономить, сохранить бюджет для того, чтобы называться республиканцем. И вот он идёт на этой платформе. Но там ещё есть один красавец, который тоже бывший губернатор штата Мэриленд. Это город Балтимор, так как мы все знаем. И вот куда он прётся, я абсолютно не понимаю по одной простой причине. То, что этот губернатор сотворил с штатом, особенно с городом Балтимор, он его превратил просто, если вы помните, да, там сколько было, 5-6 лет тому назад, вот эти восстания, вот эти схватки, погромы, да, и так далее. Это всё была его заслуга. Поэтому вот куда он прётся, я не знаю, на что он рассчитывает, на какие, на какую базу он... Хоган вызывает. Хоган. Да, да. Понимаешь? Лэри Хоган. Лэри Хоган. Любое участие в праймарис оттягивает средства и силы от республиканской партии. Это если они им дадут. Это то, что самое интересное. Если республиканцы, вот тут интересная вещь. Человек-то, знаешь, как со слоном. Съел бы он, съел, да кто ему даст. Если он позарится на деньги партии, они могут сказать, сори, хочешь идти, иди на свои мыть, и на тебя деньги тратить не будем. Поэтому вот тут интересно, почему Трамп был такой неудобной фигурой. Он сказал, мне ваши деньги не нужны, я буду идти на свои деньги. А эти пассажиры, я не знаю, или они смогут. Ну, что касается денег, то похоже, что доноры не очень-то верят в демократов. Поскольку, начиная с января месяца, республиканская партия собирает денег в два раза больше, чем демократическая. И при этом не имеет никакого дэк. Ну, только у Сандерса там в первую неделю был какой-то... Ну, все равно, а потом как бы затихло. Я сейчас говорю о деньгах партии. То есть, каждый кандидат, так сказать, собирает деньги на себя, а еще партия собирает деньги для партии. И каждый раз там в среднем республиканская партия собирала там 15-16 миллионов в месяц, а демократы собирали половину этой суммы. Плюс ты не забывай, Трамп участвовал уже в сборе денег с момента выбора президента. Он подал заявку. Конечно, он даже не ожидал ничего. И он уже начал... А он-то собрал большие деньги для партии. Поэтому в партии у него 93%. Поэтому я не думаю, что вот эти Билл Вэлл, Глэри Хоган, это вся эта сошка мелкая... Кейсик там чешется. Да, Кейсик, да. Кейсик не мог выиграть лучшее время. Уже все. Уже его время уже ушло. Знаешь, точно так же, как Байдена, в принципе. То есть, Байден сейчас... Это мое личное мнение. Я ни в коем случае не ставлю никакие прогнозы. Но я считаю, что... Вот я согласен с людьми, которые считают, что время Байдена ушло. Он пропустил прошлый год. Прошлые выборы. Вот ему нужно было идти вместо Хиллари... Идти... И он мог победить. И он мог победить. Потому что там за Обаму была маза сумасшедшая. Потому что, во-первых, тогда бы не вскрылись его неблаговидные действия с Китаем. Конечно. С Украиной. То есть, все это было похерено. И народ смотрел на него. Ну, Джо, ну, немножко глуповат. И тогда бы Анита Хилл бы тоже не всплыла. Республиканцы были слишком слабые. Да, у них был этот Сенат за ними. Но они были слабые. Они были безвольные. Их Обама подавил до такой степени. Вот, кстати, об этом пишет один из радиослушателей, что республиканцы умеют рыдать в оппозиции. Бакоба. Да, да. Это все, что они умеют делать. Но не сейчас. Сейчас вдруг посмотри на Линзи Грэм. А сейчас... Посмотри на... Я тебе хочу сказать, что состав политиков республиканских в Конгрессе изменился. Ты же помнишь, 40 с лишним человек просто покинули Конгресс. Ушли на пенсию. Кстати, хочешь я тебе скажу одну вещь? Я не знаю, со мной кто-то согласится еще или нет, но чем больше я слушаю Трей Гауди, тем меньше я его уважаю. Тем меньше ты ему веришь. Тем меньше я ему верю, и тем меньше я его уважаю. Почему? Потому что этот человек чистая продажная балаболка. Хоть он и его там все называют безупречный прокурор и так далее. Чистая балаболка. Потому что он такой же Невер Трампер, как и вот эти все остальные райно, которые пытаются там что-то из себя изобразить. А как тебе этот Бор? Ну, это вообще... Да, о нем было известно еще до того как. Он всегда говорит, кто это такие, потому что, может, многие не знают, кто это. Это председатель комитета по разведке Сената США. Именно Сената. Это почему я сказал именно Сената? Потому что они в большинстве... Вы понимаете, как можно себя вести таким абсолютно подлым образом, имея большинство... Такой бесхлебетный. Или нет, или просто Невер Трампер, он выполняет свою миссию. Он выполняет свою миссию. То есть комитет по разведке в Сенате возглавляет республиканец Борр. Ричард Борр. Ричард Борр. С Южной Каролины, если я не ошибаюсь. Я даже честно не помню. По-моему, с Южной Каролины. Ну, неважно. Вот я смотрю на интернете, если вас интересует, сколько Трамп собрал денег, уже вот есть данные. Они постоянно, кстати. Примем звонок, а потом... Да, добрый день. Перестаньте... Добрый день, господа. Еще раз я вернулся. К вам звонил один господин, где-то 10-15 назад, касающийся проамериканских евреев. Вы знаете, прожив здесь довольно достаточно лет и стал кушать с очень многими американскими евреями. Парни назад на дно из шоу американских был Горовиц, который написал сейчас книгу. Его спросили, как такое? Такое происходит в Конгрессе. И все такое. Как они могут молчать? Ну, он сказал, если есть 10 прооритей, допустим, у того же конгрессмена еврея или сенатора еврея, на 10-м месте стоит Израиль. То есть Израиль его вообще, в принципе, не волнует никак. Для нас трудно это понять, как это не волнует. Ну, как же это? Мы можем гордиться этим. Их это абсолютно не волнует. Я же таки местах, я помню, когда я приезжал в Америку, вы когда были в Израиле? А что я должен в Израиле? Ну, как, ты же еврей-американ? Ну, и что? Мне там ничего делать, а что там? Что-то, понимаете? Их абсолютно Израиль... Для них что с Дзимбаббой? Наверное, с Дзимбаббой для них более дороже. А вы спросите, а какие 10 прооритей? Ну, как такое? ЛГБТ, там, афроамериканцы, они назовут вам миллион, аборты. А вот это их просто не волнует. Их не интересует. Это не для них. Вот и все. Я вам больше скажу. К сожалению, это правда. К сожалению, в большом это правда. Их не просто не интересует. Я вам скажу, что огромное количество американских евреев, они даже поддерживают палестинцев, они обвиняют Израиль в агрессии, в оккупации палестинцев. Они их жалеют и говорят о том, что Израиль должен вернуть какие-то территории. Вот так, что они не только не поддерживают, а еще и палки колеса вступают. Я запомнил эту цифру. 62% американских евреев ставят интересы Израиля где-то на 14-е что ли место. Но, во всяком случае, на первом месте у них прогрессивные идеи, так называемые прогрессивные. Социалисты. То есть, можно перечислить. Сергей, господа, знаете, еще я вспомнил, несколько лет назад здесь был Щеранский. И он выступал в синагоге большой, и я был на этом выступлении. И он рассказал, когда он еще был министром правительства, они приехали во Францию. И их там встретили представители французских евреев на таком, еще тогда не было такого бегства из Франции. И ему сказали прямым текстом, эксперимент Израиль закончен. Вы должны приехать в Израиль, собрать все свои манатки, уехать туда, откуда вы приехали. И все. Израиль, то есть, эксперимент Израиль это не только мнение американских, это в основном мнение либерального еврейства в мире вообще. Эксперимент Израиль, я даже сделал обалденно, не знал, что ему ответить. И все должны разъехаться по своим странам. И на этом закончено. Вот такое я никогда это не забуду. Алекс, я могу сказать такую вещь. А потом было бегство. До сих пор идет бегство евреев, которые жили тысячу лет во Франции. вот так. говорят, мы же вам дали землю, а вы не смогли ничего с ней сделать. То есть, это опять же... Ну, не просто дали землю, дали землю, и тут же произошла война, когда Израиль боролся против шести государств, и когда говорят, что вот Сталин, он хороший, он евреем, значит, он способствовал тому, чтобы организовать государство, но у Сталин тоже, там у него были свои интересы. если вы помните, что Сталин бросил на произвол судьбы вот этот вот маленький Израиль, когда была война, и абсолютно ничем не помогло. Ну да, я вам говорю, Израиль не должен был сработать. Поэтому Анатолий говорит, что действительно, это был, наверное, эксперимент. Да. Причем удачный для евреев, и неудачный для ООН. Пытаюсь, я не знаю, кто-то из вас видел информацию, на Фейсбуке была маленькая заметка о том, как синагога в Вашингтон, по поводу чуть ли не молитва за этих палестинцев. это было неделю назад, по-моему. Что-то такое, я сегодня только видел этот материал, сейчас не могу найти. Вот показывает о том, что, к сожалению... Ты понимаешь, удивляться невозможно, потому что, если мы уже дошли до того, что такие выступления, как выступление этой последней Тлоим, то, о чем она сказала, и ее защищает, Хойер, Сената, Кенбиснатор, Сенни Хойер, Сенни Хойер, Сенни Хойер, Сенни Хойер, Сенни Хойер, то тут... Ну, о чем дальше говорить? Понимаешь? Это Нэнси Пелоси сказала, что Трамп должен извиниться перед ней за его... И она, и Хойер. Ужасно. Вот и все. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Добрый день. Почему вы не говорите о том, что евреи из Америки, те, которые участвовали в войне против немцев и японцев, они составляли основную массу авиационных и танковых сил в Израиле? Феликс, можно вам задать вопрос? Можно. Пожалуйста. Причем, очень аккуратно, очень тактично. Скажите мне, пожалуйста, вы сидите и просто выискиваете, типа, в морской бой, играете, что сказали, что не сказали? Мы много о чем говорим и много о чем не говорим. То есть, если вы, у вас есть какой-то вопрос, вы можете позвонить, сказать, ребята, расскажите что-нибудь о том, о том, о том. Если вы хотите, просто сидя у себя в комфортабельной обстановке на диване, пытаться нас как-то где-то в чем-то уличить, не стоит, потому что вам далеко и долго до этого. Можно я задам? Пожалуйста. И у нас полтора часа всего лишь, Феликс, чтобы говорить обо всем. Феликс, можно я вам задам вопрос? Да. Скажите, пожалуйста, вот тот антисемитизм, который наблюдаем, который мы наблюдаем в Конгрессе, он вас не беспокоит? Беспокоит. И мы об этом говорим, и вам это, похоже, не очень нравится, потому что... Нет, мне не нравится о том, что вы на евреев говорите, потому что я встречался с евреями здесь, которые воевали в... в Израиле. Мы не говорим о евреях, которые воевали, мы говорим о тех, кто против Израиля. Сегодня, Феликс. О сегодняшних, да. Мы говорим о евреях, типа Блументал, мы говорим о евреях, типа Недлер, мы говорим о тех евреях, которые сегодня выступают против евреев. Вот о чем мы говорим. И не только о тех, мы еще и говорим о тех евреях, как говорится, простых смертных, которые живут у нас в Хайлам Парке, в Лейд Форест, И которые идут голосовать за Обаму, за Хилари, которые жалеют палестинцев, которые говорят о том, что Израиль оккупант, о том, что погибают мирные палестинские жители, потому что Израиль атакует их. Они не говорят о том, что, вернее, они, может, и не знают о том, насколько гуманны эти акции, когда Израиль предупреждает, что, ребята, через 3-4 часа будет атака. Уходите, уводите детей. Нет, об этом не говорят. Говорят о другом, что Израиль плохой. У нас есть звонок еще. Все, Феликс, спасибо большое за ваш звонок. Есть другой еще у нас. Слушайте. Добрый день. Здравствуйте. Алло, говорите, пожалуйста. Алло, добрый, добрый день. Добрый день. Знаете, Феликс, это классный чувак. Он просто хочет плеснуть интеллектом. Вот и все. Ну да. Что-то типа. Я такой красивый, такой хороший, я все знаю. Я могу вас знать, что такие были в деревнях. Знаете, приезжал лектор, и выходил, и сказал, Ваня, и говорит, а вы об этом сказали? Вы об этом, знаете? На память приходит рассказ Василия Макарчу Шукшина. Срезал. Да, резал. Да, да, да. Да, срезал. Вот это Феликс. А евреи, то что из Америки, вы понимаете, в России тоже были евреи. Они занимали ведущие посты, и у них была такая, как бы, линия жизни. И своих, чтоб чужие боялись. Да. Как и наши американские евреи. Они не хотят, они просто показывают, что они как все. А вот если хотите еврею, например, посадить в Мерседес 500, и дети устроили в такой красивый костюм. А рядом поставят евреи с пейсами. Так вот, люди будут садить евреи в костюмы больше, чем того, кто одет по еврейских пейсам. Да. Вот это уже сто процентов доказано. Просто, когда есть такие евреи, так не надо врагов. Спасибо. Спасибо, Геннадий. Спасибо, мы должны прерваться. Пока у нас есть черные, так нам будет легче жить. Поэтому берегите черные. Берегите. Давайте, мы сделаем небольшой перерыв, после чего вернемся, обязательно продолжим и продолжим наше общение с вами. Примем звонки, ответим на вопросы, дадим возможность высказаться. Не длинную речь, но какую-то мысль коротко сформулировать, пожалуйста. Возвращаемся в программу «Народная трибуна». Телефон в студии по-прежнему 847-400-5200. Давайте примем звонки, а потом продолжим. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Добрый день, господа. Добрый день. Дело в том, что евреи умеют очень хорошо оплакивать, страдать, и поэтому каждый раз они считают, что это их не коснет. Нам которые сотни лет втюхивают о великом чуде с лампадкой. А ведь в это время Макове и братья поднялись. Это очень-очень важный момент в истории. И таких моментов огромное-огромное количество. В данном случае они пытаются, вот эти вот все леваки, они думают, что их это не коснется. Я им могу напомнить Бабий Яр, как очень много евреев осталось здесь потому, что родины им объяснили, что немцы культурная нация. Прошло немного лет с той войны, когда они их видели культурными. Но насколько люди могут измениться, можете посмотреть на Америку. Прошло чуть не больше тех лет, которые от начала той войны, конца вернее, до начала этой. Насколько изменились люди в Америке. Уважаемый радиослушатель. Мораль, мораль такая. Люди не живут во времени, а они живут, я даже не знаю. Они, им страшно, тут страх, страх потерять то, что надо. Спасибо большое. Вы знаете, вы даже не представляете, насколько я с вами согласен, и я всегда говорил, историю нас ничему не учит. Это не только Бабий Яр. Давайте вспомним от начала разрушения храма, и инквизицию, и погромы, и далее, далее, далее. У нас еще есть звонок. Добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, я не согласна с предыдущим слушателем, потому что нельзя обвинять в жертв, которые попали в Бабий Яр. В Первую мировую войну немцы действительно показали себя очень хорошо. Самое лучшее время в Киеве было тогда, когда там управляли немцы. Там абсолютно сто процентов мой муж занимался изучением, он из Киева занимался изучением там исторических этих самых всяких сведений. Все были просто счастливы и буквально плакали, когда им с немцы ушли после революции. Понятно, спасибо, спасибо большое, спасибо. Мы не жертв отменяем. Мы можем на эту тему до бесконечности разговаривать. Последняя новость, которая пришла в Евросоюз. Совет Европы вернул России право голоса в пассе. Украина стремится в Европу, в Евросоюз. У меня возникает вопрос. Как это соединить? Нужно им это? В этот продажный Евросоюз. Это нужно соединить время с пространством. При всем при том, что России надо было додавить, так они... Здравствуйте. Здравствуйте, мы вас слушаем. А вы знаете, что вам нужны оппоненты тоже. Конечно, а так же. Нельзя, чтобы все время одно мнение. Ведь даже на Факснус есть два Феликса работают. И у нас... Поэтому мы даем возможность... Не-не-не, вы абсолютно... Прошу прощения, но вы абсолютно неправильно. Потому что наш Феликс заменит шестерых Феликсов на Факснус. Наш лучше всех. Наш лучше всех. Еще один звонок и немножко поговорим на другую тему. Добрый день, пожалуйста, Фелик. Алло. Да-да, здравствуйте. Я бы хотел обратиться к Феликсу, если он слушает. Слушает, слушает. Непонятно, откуда у него столько желчи именно на вашу радиостанцию. Я вам скажу почему. Вот он когда-нибудь позвонил и сказал, ребята, вы соврали. Ребята, вы сказали неточность. Ребята, вы ошиблись. Он всегда звонит и говорит о том, на что ему нельзя ответить. Ну, попробуй ответить ему на вопрос, что вы не сказали. Вы знаете, мне кажется, что это не только по поводу нашей радиостанции. Это вот пару человек есть таких вот еще. Ну, Бабич еще на другой радиостанции тоже поливает. Давайте. Ладно, все. Ладно, давайте. Все, все. Спасибо огромное. Я думаю, что Феликс звонит с претензиями к нам, с какими-то, потому что он не согласен с нашей позицией. Все остальные, так сказать, в русло. Вот так, как сказал человек, звонящий с исключением, нам нужны оппоненты 300%. Я с удовольствием буду общаться с оппонентом, который мне оппонирует либо фактами, либо каким-то ситуацией, которая логически имеет смысл. Когда мне оппонируют, как говорится, аргументируют аргументом, просто ради того, чтобы аргументировать, я даже честно, у меня нет времени и желания с этим. Толик, мне с тобой неинтересно, потому что я хотел сказать точно то же самое. Это мы уже с тобой дожились. Видишь, мне уже с тобой неинтересно. Да, ты у меня снял с языка. Поэтому нам нужны оппоненты. Пожалуйста, дорогие друзья, если кто-то не согласен с моим мнением, с нашим мнением, с Сережиным, с Олежкиным, пожалуйста, звоните, показывайте факты. Но факты. Не говорите, что я там недавно где-то прочитал. Вы позвоните. Впрочем, мнение тоже. Человек может иметь мнение, которое отличается от нас. Естественно, но нельзя спорить по принципу сам дурак. Да, но нельзя. Ну, в принципе, вот сегодняшний пример тому. Мы говорили о том, что некоторые евреи в Америке ведут себя отвратительно по отношению к Израилю. Создаются целые организации, которые, кстати, финансируются тоже евреям. И это факты. Это факты. Не просто организации, а еще и синагоги. И у нас это вызывает вот такую реакцию. Отвращение. Абсолютно. Потому что, скажем, христиане делают все, евангелисты, чтобы поддержать Израиль. И относятся к нему с пиететом. А евреи некоторые относятся к Израилю как к израильской военщине. Они переживают за бедных. Я приводил же пример, как на Всемирном сионистском конгрессе встала представительница так называемых этих реформистских синагог. И предложила резолюцию, осуждающую преступления израильской военщины по отношению к мирным палестинцам. Вот это тот пример, который вызывает у меня возмущение. У Анатолия, у Олега, у всех здравомыслящих людей вызывает возмущение. Поэтому мы об этом говорим. А насчет мнений, ты мне извини, но опять же, с мнениями тогда не спорят. То есть мне не говорят, вы знаете, Анатолий, а вот я не согласен. Вы не правы, потому что я вот так думаю. Согласен. Давай вернемся. Президент предложил реформу иммиграционную. Об этом. Причем не Путин. Не Путин, президент Трамп. Не мой президент. Не мой. Как там фиолетово. Да, значит, да. Президент Трамп предложил обалденнейшую. Я считаю, вот честно, не потому что это Трамп, не потому что я его уважаю как президента. Давайте говорить так. Ты его просто любишь. Ну, я его уважаю как президента. Но он предложил обалденную реформу. Вернее, предложил некоторые пункты реформы, которые бы, если бы демократы все-таки смогли увидеть немножко дальше своего собственного расследования, они бы сказали, ребята, вы знаете, что это может действительно сработать, если бы они заботились о этой стране. Реформа была предложена в таком виде. Значит, Трамп предложил, во-первых, снизить, причем те, которые вам будут говорить, что он вообще хочет убрать, это неправда. Он предложил снизить. Chain immigration. Chain immigration, то есть завоз сюда родственников. Он предложил вообще убрать лотерею грин-карты. Почему? Потому что по этой лотереи мы вообще не имеем даже шанса выбирать тех, которых нам нужно здесь в Америке принимать, и тех, которые не нужны. Они выиграли и выиграли. Он ее предложил полностью убрать. Но самое главное, что он предложил сделать, это выдавать визы. Причем, опять же, на сегодняшний день Америка выдает в районе одного миллиона виз в год. Одного миллиона. Он не предлагает снизить количество виз. Он предлагает увеличить качество людей, которым выдаются эти визы. И средства, которые ассигнуются на вот тех людей, которые не должны здесь быть, чтобы эти средства пошли на помощь вот тем иммигрантам, которые вот... Это не иммигранты. Не иммигранты, я имею в виду, а... Нет, он предложил дать рабочие визы, именно визы на въезд по тому, насколько человек образован, какой он имеет специальность, какой он имеет специализацию или какие таланты. В то же время студенты, которые хотели бы здесь учиться, по-моему, это... Я не помню, H1B, по-моему, виза, или J-виза, не помню. Это у нас есть специалисты по этому делу. Это ребята, которые хотят сюда приехать учиться, но они действительно классные, умные, толковые ребята, которые, может быть, даже стали бы хорошим придатком к развитию нашей страны после того, как получили бы свое образование. Так вот, если бы эта реформа как-то была принята... Представляете, вот насколько... Смотрите, сегодня у нас 7 миллионов рабочих мест, которых не кем покрыть, неким. Так, теперь, вот эти 7 миллионов мест, посчитайте, каждое рабочее место, это приносит, во-первых, налоги в казну Соединенных Штатов, во-вторых, это место, которое покупает какую-то продукцию, тратит деньги на территории Соединенных Штатов, а не вывозит их за границу, и это люди, которые, в конце концов, здесь ассимилируются для того, чтобы здесь жить. Я вот об этом хотел сказать, что вот эти средства должны пойти на те... Будущих. 12% всего лишь въезжают в страну те, которых мы хотели бы... Вот очень важные. 60% въезжают по вот этой вот chain immigration. То есть... Так вот эти деньги, которые должны были бы пойти на вот эти 60%, должны пойти на те 12%, которые действительно принесут пользу нашему государству. То есть на сегодняшний день в страну въезжают на так называемый merit basis 12% эмигрантов. Всего. А подавляющее большинство эмигрантов въезжают по родственным обстоятельствам. То есть мама, папа, бабушка, дедушка, дядя, тетя, брат, брат жены, брат сестры, брат кума, свата. Вот как этот приехал из Перганы, который на автомобиле задавил там 9 или 8 человек в Нью-Йорке. Он там с собой привез из своих кишлаков еще 28, по-моему, человек, родственников разных, близких и далеких и так далее. Так вот Трамп предлагает эту ситуацию поменять. Скажем, по-моему, 50%. 57% на merit basis, то есть люди, которые соответствуют критериям, по которым мы готовы впускать в страну, которые принесут пользу стране и обеспечат себя. Ты помнишь, когда мы ехали в 70-80-х сюда, и когда мы были в Италии, в Италии сидели люди, которые ехали в Канаду, ЮАР, Австралию, Новой Зеландии, где был, первое, возрастной ценз, второе, образование, третье, здоровье. Ты помнишь медицинские комиссии, которые мы проходили там в Владисполе в Риме? Собеседование люди ждали до года, до года. Кроме того, я тебе скажу, а сколько было отказников, которые ехали в Америку, которых тоже проверяли, кто въезжает? А мне интересует немножко другая вещь. Вот смотри, то есть я согласен с Трампом, исходя из того, что у нас сегодня есть. Но почему, вот у нас есть 7 миллионов рабочих мест, у нас 3,5% безработных, почему? Потому что их навыки, в кавычках, не применимы. Почему, вместо того, чтобы давать лоуны студентам, которые просто хотят куда-то идти, почему не давать инцентр, то есть какую-то... То есть этих людей направить средства для того, чтобы этих людей подготовить на эти рабочие места. Совершенно верно. Разумно. Во-первых, убрали бы вообще безработицу. Во-вторых, смотри, вот я сегодня хочу идти в Калыч. Помнишь, мы говорили, да? Я хочу изучать историю древних геев, допустим, да? И на это у меня денег нет, я хочу получить студент лоун, который у меня потом закончится где-то примерно 60-70 тысяч, да? За 4 года. Если я в штатовском университете. Теперь, в то же время сидит пацан дома и понимает, что у него нет денег получить образование, допустим, в области там... В физике химии? ...фламинг или карпентрии и так далее. Так вот, я бы, например, сделал бы так. Я бы давал лоуны только тем людям, которые подписываются на определенные профессии. А я бы пошел еще дальше. Да. Мы тратим миллиарды долларов вот на этот поток, на эти караваны, которые идут сюда. Буквально миллиарды долларов. Потому что, если ты посчитаешь, 40% пограничников заняты тем, что бэбиситуют этих детей, меняют памперсы, дайперсы, бутылочки навеливают, кормят и так далее. 40% пограничников, которые получают зарплату, получают пенсию, получают бенефиты. Колоссальные деньги. Плюс содержание всей этой арабы. Ее нужно кормить, учить, развлекать и так далее. Это колоссальные деньги. Так вот, я бы оплачивал учебу тех, кто хотел бы получить специальность, которая у вас требована сегодня. Прямо просто оплатил бы. От этого была бы польза, потому что эти, которые придут, они еще два поколения будут сидеть на шее, в том случае, если они получат статус. Они и так будут тянуть деньги, даже если они без статуса. А без статуса, мы сказали, в лучшем случае. А без статуса они будут сидеть, футстемп, хаосик, медицина, обучение и так далее. То есть, вот есть куда потратить деньги. Давай быстренько примем за руки. Пару минут осталось времени. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Значит, я не проспеваю за вашими идеями новыми. Вы говорите, что Трамп предложил. Да. Я еще точно ничего там не знаю. Ну, я вернусь немножко назад об евреях и все остальное. Начнем с того, кто такой Вэлт. Он не республиканец. Он вообще либеритарен. И вы не правы. На прошлых выборах он участвовал в президентских гонках или вот этого. Никто не заметил. На правах вайс-президента. От либеритаренской партии. Окей. Хорошо. Сэм. Давайте мы сделаем так. Спасибо большое. У меня тут записано. Я отдал. Да, да, да. У нас просто вы. Минута есть. Нет. Минуты нет. Вы звоните, когда вот действительно есть время. Вы же знаете наше время. Вы знаете, что у нас через две минуты отключается эфир. Ну, давайте будем. А у нас вот еще поступило письмо от Элинган. Здравствуйте. А можете прокомментировать предложение к Сенате по воссозданию комиссии по расследованию антиамериканской деятельности? И сейчас явно демократы начали колоться и сдавать друг друга. Может ли демопартия сама себя очистить? Что вы думаете? Я про комиссию не слышал. Я тебе скажу. Я слышал про комиссию, но смотри, что получается. Как они могут очистить себя только. Смотри, что получается. Мы не должны мешать две вещи. Пусть они сами себя убьют. Это произошло с Трампом между CIA, FBI и NSA и демпартией. Демпартия вообще не имела ни одного представления о том, что делает ФБР, что делает Клэпер, что делает Коми. Они вообще здесь ни при чем. Поэтому это две абсолютно разные вещи. Просто что демпартия сейчас делает, они как-то пытаются забить своими проблемами то, что сейчас будет твориться с расследованием бара. Вот и все. Кроме того, не забывай, что когда это будет твориться, они друг друга начнут жрать, как тараканы друг друга. Не комитеты. Не партия. Не комитеты. Ильхам Амар выступает с антисемитскими заявлениями, партия встает на их защиту. Никаких признаков того, что партия очищается, пока я не вижу. Добрый день. Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте, пожалуйста. Здравствуйте. А вы знаете, что я считаю, он важно еще сказал? Пожалуйста. Он сказал, что давайте, не откладывая это дело, обсуждать, давайте предложение, и надо двигаться вперед. Да, да. Спасибо. Опять же. Это он обращался к демократической партии. То есть он делает обалденные шаги. Ребята, если вы его проанализируете только с умом, без предвзятостей, вы поймете, насколько это мудрейший человек. То есть он сейчас начинает потихонечку шорох того, что приведет к демократов еще к одному поражению. Потому что к 20-му году ничего не произойдет. Пока что демократы ничего не предлагают. И теперь получается опять же, Трамп быстренько вбросил шарик на их поле. И вот теперь вы с этим шариком попытайтесь что-то сделать. А мы будем сидеть и смотреть, и к 20-му году вы же никуда не придете с этим шариком. Вот тогда мы сможем сказать, ребята, вы кого хотите выбрать? Тех, которые 4 года имели большинство всего в Конгрессе и ни к чему не пришли. Ничего не сделали. Абсолютно правильно. То есть он абсолютно мудрейший. Может быть, тесно не он. Может быть, это его советники. Но ребята делают такие вещи. Я просто сижу и радуюсь. Вот честно. А скажи мне, как по поводу импичмента. Насколько грамотно он себя ведет? Он, наоборот, по-моему, даже ему это на руку. Пусть они его попробуют импич. Пусть они еще раз опозорятся. Конечно. И вот к 2020 году они с еще одной, с одним проигрышем придут. Абсолютно. Сто процентов. Мы говорили о том, что демократы собираются читать 448 страниц. Страниц за ночь. Они читали. Они читали. Они провели. Дэвин Нюннен сказал, я рад, что демократы начали читать, потому что так называемый доклад Мюллера, это на самом деле Мюллер досье. А ты знаешь, что это бестселлер на Амазоне? Досье Мюллера, потому что американцы заплатили почти 40 миллионов долларов денег наиболее могущественной law enforcement команде. И в итоге, так сказать, там фантазии читают. Вот опять же, он сделал, то есть Мюллер, я понимаю, что он пытался как-то свою задницу прикрыть, потому что его бы просто порвали. Но ведь 40 миллионов, столько времени, столько всего, и после всех дел не прийти к какому-то определенному заключению. Ты знаешь, я думаю, это сделано специально, некая параллель. Вот помнишь, Коми выступил, перечислил преступление Хиллари Клинтон и в то же время сказал, что ничего. И вот как-то вот здесь он тоже перечисляет какие-то домыслы. Но выводы у них нет. Коми, он дурак. Еще одно, последняя мулька, которую демократы сейчас CNN, MSNBC, я уверен, я MSNBC давно не смотрю, просто я вообще не смотрю. А CNN иногда посматриваю, чтобы понять, откуда берутся люди с промытыми мозгами и чем ему промывают. Так вот, последняя мулька. Флинн там давал показания, что кто-то, якобы имеющий отношение либо к Белому дому, либо к Конгрессу, с ним контачил в этот период времени. Сейчас называют, что Дан Маген разговаривал с адвокатом Флинна. А то, что они сейчас якобы берут за основу показания Коуэна? Да-да-да-да. Ну, о чем мы? Друзья мои, огромное спасибо всем, кто нас слушает, всем, кто поставил свой лайк. Вот 15-й лайк, быстренько кликнулся. 100 человек смотрят, слушают и лайки не все ставят. Не всем нравится, похоже. Но это хорошо. Просто не нажать кнопочку. Мы не 100-долларовые купюры, чтобы нравиться всем. Но, тем не менее, обращаюсь к вам, если вам понравилось то, о чем мы говорим. Извините за то, что мы не обо всем говорили. Но если 100 человек слушали, значит, слава Богу, все-таки еще что-то мы... Спасибо огромное. До встречи. Всего доброго. Всем хороших. До свидания.